Ветер 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 Меня идет, будем мы снова народом свободным На Сионе, в Иерусалиме Будем мы снова народом свободным На Сионе, в Иерусалиме Будем мы снова народом свободным На Сионе, в Иерусалиме Аллилуйя Господу Твоему Тебе пою Аллилуйя Богу Твоему Тебе пою Нам одежда силы придает Мы две тысячи лет ее храним Мы будем снова народом свободным На Сионе, в Иерусалиме Иерусалиме Будем мы снова народом свободным На Сионе, в Иерусалиме 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 Аллилуйя Паскалил Аллилуйя Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Бог, и все народы, Славьте, Господа, все племена, Ибо милость Его велика к нам, Истина Божья вовек. Ибо милость Его велика к нам, Истина Божья вовек. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Шалом, шалом, дорогие друзья. Слава Господу, мир вам, дорогие, возлюбленные в Господе нашему Иисусе Христе У меня было такое побуждение начать сегодняшнее прославление Поклонение Богу с исполнения атиквы Атиквы это государственный гимн Израиля Он поется на иврите, конечно, а я спел на русском языке Пару строчек на иврите, а в основном на иврите закат Я не знаю, почему так Господь повел Вероятно, потому что утром были общения, связанные с Белоруссией С тем, что происходит в Белоруссии И мне пришлось просто напомнить некоторые истины Божьего Слова И тут рецепт простой Посмотрите на Израиль Израиль это как пример для всех Пример как в положительном Как в положительном, так и в отрицательном Как в положительном это то, что Израиль принял от Бога Время его царства принял завет Весь народ Весь, такого не было и нет еще в истории до сих пор Весь Израиль принял от Бога завет Время Торы, время Божьего учения Это невиданный случай в истории Это почему Израиль называют народом Божьим Потому что этот народ избран Богом для того, чтобы быть ему Священниками и свидетелями Шалом, брат Виталий Поляков Шаббат шалом Но сегодня не шаббат еще Но в четверг уже можно говорить Шаббат шалом Если ты с человеком не увидишься до субботы То можно говорить шаббат шалом Шалом, шаббат шалом Это еврейский народ принял от Бога Время Вы знаете, у евреев есть такая майса Ну, а года, история О том, что Бог предлагал Вот это бремя разным народам Я не знаю, насколько это реально Я думаю, что вряд ли В этом есть миф Но в этом мифе, в этой сказке есть шалом, лидия В этой сказке есть зерно Бог предлагал Бог предлагал Бремя своего учения Своих заповедей разным народам Все народы отказывались А Израиль принял это бремя И хотя, вот как мы видим По дальнейшему пути Израиля Израиль частенько не был верен Большее время, когда он был неверен этим законам Но все равно это очень ценно Потому что Бог не навязывает никому своих решений Не навязывает Бог человеку не навязывает спасение Бог говорит, хочешь Прими мой дар спасения Прими Иисуса Христа Но человек может сказать Нет, я не хочу И отойти То же самое в плане народов Каждый народ может Настроение хорошее, Виталий Слава Богу Каждый народ может сказать Я не хочу И отойти от Бога И тогда следуют суды Божьи И нет, наверное, другого государства Другой страны Другого народа на земле Который был бы так Наказуем Богом Как израильский народ Вы посмотрите Ни один народ не был Рассеян полностью один раз Потом рассеян второй раз То есть сначала не рассеян, извините Изгнан в плен Один раз, второй раз И, наконец, третий раз Изгнан, когда в 70-м году Нашей эры Рим завладел Иерусалимом И евреи отправились в рассеянье В Галут так называемый На две тысячи лет Представляете, две тысячи лет Не имеет своей территории Но Бог все равно сохранил этот народ У никакого другого народа Не было таких наказаний Но почему мы говорим, что Израиль Это пример для нас И стрелка на мировых часах Божья стрелка Потому что Потому как Израиль выбирает Бога Когда он выбирает время Служить Богу Когда он удаляет своих идолов Когда он начинает ходить Взыскывать Бога Ходить его путями Путями того учения, которое Бог дал Бог благословляет Израиль И Бог наказывает Израиль Когда Израиль Уходит от Бога Израиль уходит от Бога Начинает ходить по своим путям Это пример для всех нас Это пример для Украины Это пример для России Для Белоруссии И вот сейчас в Белоруссии выборы Мне, например, очевидно Мне, например, очевидно Что Бог просто смотрит Сейчас Как он смотрел в свое время На Украину Которая на Майдане Совершила свой выбор Поступила против Божьих В Киеве Был совершен госпереворот Когда Бог дал законное право Выбирать Но люди не сочли нужным выбирать Они изгнали своего же выбранного правителя Вы мне скажете Да как же так Там выборы были подтасованы Да даже если и так Вы должны понять одну вещь Дорогие друзья Что не люди ставят себе царя Бог ставит Да, Он смотрит Он смотрит на выбор людей Вот захотели люди царя В свое время в Израиле Бог не хотел А люди захотели И сказали Постави нам царя Как у других народов Хорошо, Бог уступил им Бог объявил им Какие они будут иметь издержки Да, Аминь Бог Украины Бог Белоруссии Бог всей земли Вся земля Все люди его творения Бог поставил царя над евреями Также Бог сейчас смотрит На поведение белорусов Как в свое время смотрел На поведение украинцев Если Бог видит Что люди пренебрегают Даже своим собственным выбором Если люди не благодарят Бога За плохого царя Бог даст им худшего А если благодарят за плохого Бог думает А, вот Люди благодарят за плохого Насколько больше Они будут благодарить Меня за хорошего И дает Им хорошего царя Понимаете Божьи пути какие Всякий царь Это есть как бы испытание Есть такая поговорка Всякий царь достоин Того народа Который Всякий народ Достоин Точнее Того правителя Которого имеет Украинцы достойны Порошенко Белорусы достойны Лукашенко Они выбрали Лукашенко А если бы не выбрали Если Значит они Если они хорошего царя изгонят Они получат В разы худшего Потому что Лукашенко хороший царь Тут люди кричат Насилие Он Лукашенко не дает свободы Друзья Какая свобода Друзья Свобода это миф Прившедший запада Знаете в чем свобода На самом деле В истине В подчинении Богу Вся свобода В подчинении Богу А Бог не говорил Делать государственные перевороты Если вы не станете Рабом праведности Вы никакой свободы Не узнаете Друзья Свобода Это есть лишь в истине Познаете истину Истина Сделать вас свободой Вас соблазняет Западные голоса Сейчас в Беларуси Соблазняет Заводные голоса Кричат О демократии О свободе Но это обман Друзья Это обман В Царстве Божьем Абсолютная монархия Абсолютный монарх Правит Абсолютной властью Но там нет диктата Почему? Потому что Наш абсолютный монарх Господь Бог Он выбирает Людей Здесь в жизни От тех, которые Будут по любви Ему послушаться От тех, которые Будут Ему послушны От тех, которые Не будут Ему послушны От тех, которые Не будут Ему послушны Вот что делает Бог сейчас Вот что такое спасение Бог отделяет Овец от козлов Людей, которые Послушны Ему От людей Которые Ему Непослушны Так Бог воспитывает людей И то, что происходит сейчас во всем мире Это то, что делает Бог Он разделяет страны, народы и людей И дает каждому то, что Он выбрал Вы видите в этом всем Божий промысел Бог дает каждому народу то, что Он выбрал Украинцам не нравился Янукович Да, я согласен Янукович не самый хороший царь Может быть, один из самых плохих Может быть Но украинцы не были благодарны За то, что они имеют свою независимую державу Своего царя Которого они же сами и выбрали И они его свергли И они его свергли Насильственно Хотя могли бы подождать чуть-чуть и переизбрать другого Если на то пошло Но они его свергли В итоге получили царя Который подписал указ Об АТО Когда одни украинцы начали убивать других Понимаете, они получили худшего царя Получили худшие условия И потеряли часть своей земли И уже еще неизвестно История не закончена Сколько потеряет С чем Украина вылезет Из этого болота В которое ее затоптал Майдан Неизвестно Еще история не закончилась Еще не расставлены крапки над И Еще суды окончательно Еще украинцы не пожали то, что они посеяли На этом Майдане Полностью не пожали Еще на Украине идет война Вот вам Майдан Вы скажете Люди на Майдан собирались Не для того, чтобы насильственно свергать Не для насилия Я согласен Я знаю, что это так Но проблема-то в том, что их Подстрекли на этот Майдан Были в их рядах радикалы Которые устроили провокацию И народ уже не смог Народ уже не смог остановиться То же самое и в Беларуси готовилось И происходит Выводит народ якобы на мирную демонстрацию Для того, чтобы потом сделать провокацию Как на Майдане Чтобы пролилась кровь И началась гражданская война Вот к чему приводят бунты У нас в Израиле Тоже плохой царь Я, по моему мнению Плохой царь Против которого возбуждены уголовные дела Госпрокуратуры Но все равно Нельзя Бунтовать против этой власти Можно выражать мирные протесты Если они не перерастают В радикальное побоище Это очень важно Но на Украине и в Беларуси Я думаю это невозможно Вот почему я бы сейчас Порекомендовал вообще Не выражать своих протестов Потому что Вы не контролируете ситуацию Друзья Вы не понимаете Что ваш мирный протест Очень легко Достаточно одной бомбы Зажигательной смесью И это все превратится В месиво В гражданскую войну Вы этого не понимаете Вы Одурманены Запахом свободы Запахом демократии Запахом Прав человека Но это обман Посмотрите на Украину Это ждет Белоруссию Если вы сбросите Лукашенко Который хороший царь Который в отличие от украинских царей Не позволил разграбить заводы Который заботится о своем народе Вот еврейский народ Для нас пример Для всех нас пример Цените свою независимость Друзья Независимость И будьте мудры Выбирайте Бога Ходите Божьими путями Если Бог сказал Не воюй с властью своей Не воюй Выражай свои недовольства У тебя же есть молитва Божий народ У тебя же есть молитва Зачем тебе оружие Зачем тебе оружие Зачем тебе оружие Понимаете, друзья, Бог Богу легко поменять любого правителя Сердце царя в руке Бога Но Бог допускает именно того или иного правителя Для поощрения или для наказания народа То есть царь в руке народа Это как суд Да, да, правильно пишет Андрей Антонов Майдан и Равама При поддержке Египта И гордость царя Равама Привели к расколу Израиля Гибели северных колен И плену Иуды Да, совершенно верно Это кто к чему приводит Майдана А Бог должен воспринять царя Как перст Божий Благодарить Бога за него И быть послушным Ну, конечно, послушным В границах Божьих заповедей Если Гитлер придет к власти И начнет требовать Убивать Другие племена То, конечно, это идет В разрез Божьих заповедей Но и Гитлер допущен Богом Его Германия возвысилась Возгордилась Как Павелонская башня Эта нация должна была быть понижена За каждым явлением нашей жизни Стоит Бог Вы должны это понимать Друзья Давайте прославим Господа За его дивные пути Сегодня получился эфир Такое прославление Политическое Но я думаю, что так Бог захотел Так надо Я не планировал Если бы я планировал этот разговор Я бы заранее оповестил Что предстоит эфир по Белоруссии Я не планировал Дух так подел Прихожу к тебе я С хвалою Небеса твои открыты Аллилуйя, со мной Прихожу к тебе я С хвалою Чудеса твои велики А любовь твоя сильна Ты велики Ты прекрасен Ты велики И другого нет, как ты И другого нет, как ты Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Буду пить тебе я Вечером Прославлять любовь и милость Прославлять твои дела Буду пить тебе я Вечером Про твою любовь и милость Про твои, Господь, дела Как ты не вери Ты прекрасен, ты не вери И другого нет, как ты И другого нет, как ты Ты велик Ты прекрасен, ты велик И другого нет, как ты И другого нет, как ты Аминь, 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 аминь Аминь, 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 а Слава и хвала! Слава и хвала! Слава и хвала! Славу всю принять и честь! Славу всю принять и честь! Мы поклоняемся Тебе, О Иисус! Ты царь на небе, на земле, О Господь! Ты царь на небе, и на земле! Тебя славим и песню поем Тебе! Мы поклоняемся Тебе, О Иисус! Ты царь на небе, на земле, О Господь! Ты царь на небе, и на земле! Тебя мы славим и песню поем Тебе! Прихожу к Тебе я с хвалою! Небеса Твои открыты, А любовь Твоя сильна! Прихожу к Тебе я с хвалою! Чудеса Твои велики, А любовь Твоя сильна! О, ты велик! Ты прекрасен! Ты велик! И другого нет, как ты! И другого нет, как ты! Ты велик! Ты прекрасен! Ты велик! И другого нет, как ты! И другого нет, как ты! Алле, аллилуйя! Алле, аллилуйя! Алле, аллилуйя! О, сана! О, сана! Алле, аллилуйя! О, сана! О, сана! Славим мы Христа! О, сана! О, сана! Славим мы Царя нашего Иисуса! Поклоняемся Тебе! Аллилуйя! О, сана! Поклоняемся Тебе! Аллилуйя! О, сана! Прославляем мы Христа! Поклоняемся Тебе! Поклоняемся Тебе! Поклоняемся Тебе! Поклоняемся Тебе! Ты велик, ты прекрасен, ты велик. Другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Господу Христу. Я голый прагнеба потоки, так душа моя прагнет. Тебе, о Иисус, я уважаю Тебе. Сказать, что я так люблю Тебе. Ты о нем мое сердце знаешь. И в нем ты в любовь вливаешь. Я желаю Тебе сказать, что я так люблю Тебе. Ураби, ураби. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою ты превознес над судом. Ты возлюбил меня и ввел в свой дом. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою ты превознес над судом. Ты разлюбил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня и оправдал. Освободил от беды, от вины. Ты спас меня и оправдал. Милость свою ты превознес над судом. Сейчас, друзья, я попью водички и продолжим.